Друзья, всем привет! С вами Сноваясь. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшней распаковки краткого обзора умный гаджет, который напрямую влияет на вашу безопасность. Сегодня мы поговорим об умном дверном замке U-Smart F8. Данный замок у нас имеет несколько степеней защиты и несколько вариантов открытия, как с помощью сканера отпечатка пальцев, так и с помощью распознавания лица. Ну и традиционный способ открытия ключом здесь также присутствует. Ну а за предоставление данного устройства хотелось бы сказать большое спасибо компании Ультра Трейд. Если вам необходимо приобрести какой-то новый гаджет, электронику или бытовую технику по самым вкусным ценам, вы это сможете сделать в Ультра Трейд. Ведь у них каталог продукции состоит из более 40 тысяч наименований. Ну и доставка по всей России это тоже очень здорово. Открыв коробочку. Первым делом нас встречает User Manual на английском языке. Ну и здесь краткие характеристики и, собственно говоря, полностью все по настройке. Имеются вот такие вот резиновые прокладочки для установки в дверь, информация по сертификации и вот такие вот трафареты для того, чтобы можно было вырезать вашей двери. Ну и набор здесь очень большой. Сама часть с замками и язычками металлическая в отдельном пакетике. Имеется кабель micro USB для подключения. Огромное количество различных винтиков и креплений. Отдельная коробочка с личинкой и комплектом ключей. Также здесь имеется отдельный аккумулятор, который как раз таки заряжается с помощью комплектного кабеля micro USB. Сам аккумулятор на 5000 миллиампер и по заявлениям производителя должен обеспечить работу устройства до одного года. Также в комплекте имеются две карточки, с помощью которых вы также сможете открыть замок. Ну и естественно две части самого замка. Это у нас, я так подозреваю, что внешняя часть. Здесь у нас находятся камеры с инфракрасной подсветкой, чтобы даже в кромешной темноте ваше лицо могло бы быть распознано. Имеется здесь экранчик, кнопка включения и выключения, сканер отпечатка пальцев, сенсорная кнопочка замок и вот такая вот кнопка. Также здесь имеется динамик. Ну а на внутренней части у нас имеется ручка, опять же со встроенным динамиком. Несколько поворотных ручек, я так понимаю, что это как раз таки для замка, ну и плюс блокировка. Ну и внутри находятся две кнопочки open and close, то есть открыть и закрыть. Отсек для аккумулятора находится у нас естественно с внутренней стороны и здесь у нас имеется винтик, который нужно открутить, чтобы попасть внутрь. Вот таким вот образом защелкиваем и можно все это дело закрыть. Ну и замок у нас подключен естественно между собой вот так вот шлейфами. Аккумулятор сейчас у меня заряжается, но мы можем уже пользоваться и настраиваться замком. Здесь у нас при первом включении загорается экранчик и мы можем отсканировать лицо. При первоначальной настройке замок реагирует абсолютно на все лица и открывает замок. Нужно зарегистрировать те лица, которые будут допущены. Также здесь у нас имеется возможность настроить и сканер отпечатка пальцев и также пин-код. Для того, чтобы произвести настройки, необходимо войти в меню администратора и задать пароль. После того, как мы зарегистрировали админский пароль, мы попадаем в меню. Здесь у нас есть меню добавления пользователей, меню настроек, меню тестирования и меню информации. Ну и можно добавить пользователя. Причем на пользователя можно подвязать как отпечаток ладони, так и лицо и даже палец. Ну и собственно говоря я настроил вход по карточке, по отпечатку пальцев и по паролю. Давайте начнем с карточки. Мы подходим к двери и пытаемся ее открыть. Замок сказал welcome и открыл собственно говоря дверь. Давайте его закроем опять. Ну и давайте попробуем теперь войти по отпечатку пальца. Welcome. И мы опять-таки попадаем внутрь. Но либо же еще один вариант через просто пин-код. Для этого мы входим в меню номера набирателя и вводим пин-код. Welcome. И мы опять-таки попадаем внутрь. Вот здесь вот снизу я сказал сначала, что это кнопочка. Но нет, это не кнопка. На самом деле это магнитная такая вот заглушка, под которой как раз-таки находится у нас отверстие под личинку, чтобы можно было попасть внутрь, если вдруг, допустим, с замком что-то случилось, заклинилось, села батарея и так далее. То есть как резервный метод попадания внутрь. Вот такой вот умный замок U-Smart F8, который обеспечивает огромное количество степеней защиты. Здесь у нас и сканер отпечатка пальцев, и сканер лица, и сканер ладони. Ну и возможность традиционным пин-кодом попасть внутрь вашей квартиры. Ну а если вдруг села батарея, либо же что-то произошло и пошло не так, всегда есть стандартный ключ. В общем, надеюсь, кому-то этот обзор оказался полезен, особенно если вы сейчас подбираете и выбираете один из подобных умных гаджетов. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!